Я не согласен, чтобы вообще вот так рассматривать достижения или поражения. А вот на чем бы остановился, на ключевых вопросах. Ну, первое, вы говорили, а вот витрина Украина. А Украина могла быть витриной только в одном смысле. Когда Украина есть геополитический смысл. Если мы страна-форпост борьбы Запада с Россией, как это было в свое время Германия, западная, во время Холодной войны, или Южная Корея на Корейском полуострове, или ряд других стран, инвестиции, геополитические инвестиции шли бы в Украину. И так бы проводили реформы, как Польша в 90-е годы. Она была витриной, она и получила все. А не Украина, потому что сейчас, что говорят Нидерланды? Что говорит Рюта? Нет, уберите из этого соглашения, что вы не имеете... Нет, послушайте, по крайней мере... Ну, послушайте, по крайней мере, мы что, получим структурные фонды? Мы что, будем членом Европейского Союза? Дай это слово, Туде. Так а дальше? Давай туда, дальше, прочитай. Я дальше иду. Поэтому, не-не-не, поэтому слушайте. Только не врать. Послушайте, все. Так как говорите честно, все окей. Не надо нечестно. Так вот, послушайте. Вы не брешите, Туде. У нас выбор. Какой выбор? Либо мы страна-форпост, либо мы страна-мост. Вот такой выбор у нас сегодня. Надо это понимать. Что касается Европейского Союза и далее, и Украины, проблема не в безвизовом режиме там или в чем. Они не знают, что с нами дело сейчас. Потому что, как проводились реформы в странах Центральной и Восточной Европы? Вы хотите быть членом Европейского Союза? Вы хотите быть членом НАТО? Проводите реформы. Если вы не член НАТО, если вы не член Европейского Союза, то уже нет таких требований. Это политика обусловленности. Надо одну вещь понять. Реформы в Литве, в Польше и в других странах проводил Европейский Союз. Он был главным субъектом реформ. Он тянул эти страны. Украину он тянуть не будет. Мы большие. У нас геополитическая ситуация другая. Сегодня Европа другая. У нее нет столько денег сегодня. Они сегодня не на подъеме. Геополитика сегодня играет не на стороне Запада. Это тоже надо понимать. Поэтому мы должны без иллюзий подреть на такую вещь. Мы хотим быть европейцами? Хотим. Второе. Нам надо идти в Европу? Надо. Но основным субъектом еврореформ должны быть мы сами, украинцы. А вот здесь мы не дорабатываем. За три года чего они нам выставляют вот эти условия? Чего они от нас вот так вот немножко отталкивают? Да потому что мы за эти три года не сделали то, что мы могли сделать. Мы могли больше сделать в области еврореформ. И не говорите про электронные декларации. Сделали хорошо.